Приветствую всех! Сегодня 22 октября 2017 года мы беседуем с соорганизатором новых протестов под Верховной Радой, организатором Врадиевской ходы, так называемого Врадиевского движения, известным общественным детям Василием Люборцом. Василий, сразу вопрос, скажите, вот какие требования сейчас вы выдвигаете президенту Украины? Президенту Украины мы выдвигаем очень мягкие требования покаяться и подать в отставку, и возвратить все на украденное украинского народа. Вот так просто президенту. Я понял, хорошо. А вот по поводу вообще всей вот этой сложившейся ситуации, вот помимо президента, какие еще у вас требования? Значит, наша цель, а наша это цель, это штаб движения Холодный Яр, украинцы повертаются. Почему Холодный Яр? Потому что в Холодном Яру это сердце Украины, это место, откуда выходили множество протестов и восстаний украинского народа в течение всей истории. И последнее, когда с 1917 по 1921 год там была Холодная Ярская Республика, протеча современного устройства жизни, а именно вечевой системы формирования органов влады, вечевой системы в сети территориальных общин. А украинцы повертаются, это украинцы возвращаются. Это фраза из характеристики украинцев Джохаром Дудаевым, известным... Джохаром Дудаевым. Ну да, это президент Ичкерии, да. Президентом Ичкерии. В свое время он сказал, что самая большая ошибка любого политика, это пренебречь украинцами, потому что украинцы всегда возвращаются. И тот, кто думает, что он может украинцев обмануть, ограбить, считать их глупыми, не такими деревенщиной, они глубоко ошибаются, потому что украинцы всегда возвращаются и возвращают свое. Но когда они возвращаются, им трудно рассчитать силу, с которой идти. И те, кто оккупанты, которые будут жить на земле, где похоронены их предки, они будут завидовать мертвым. Вот сейчас это пророчество Джохара Дудаева сбывается, ибо мы остановили эту пресловутую российскую армию на рубежах Украины с голыми руками. Мы с голыми руками шли на пули на Майдане, и мы победили. Такого прецедента в истории никогда не было. И сейчас, когда наши новые власть имеющие в нашем Украине, те же олигархи и те же их, скажем так, слуги, начинают Порошенко и кончая партией этой ББП сейчас, а раньше была она партией регионов Януковича, то есть фактически партию создал в свое время Порошенко, потом она была подмята Януковичем. И вот мы идем из Холодного Яра, мы шли на Киев, из 14-го числа мы стоим на Майдане. Всемирный рух украинцев достоинства, Холодный Яр украинцы возвращаются. Почему мы идем? Потому что требования совести, они требуют удовлетворения своих потребностей, а именно свобода, достоинство, творчество и справедливость. И наша цель, вот, пожалуйста, 100-тысячные ВИЧи, которые в праве объявить себя высшей властью в стране и этой властью принимать решения, соответствующие текущему моменту. А эти решения, это переходное правительство временное и замена, тотальная замена системы не людей, а именно системы партийно-олигархической, которая по определению есть источником коррупции, на систему ВИЧ-вую в сети территориальных громад. Вот, собственно, что мы здесь делаем. Сегодня был очередной митинг, который поставил, ну, не то, что поставил, а продолжает, как говорится, раскачивать ситуацию. Люди едут на Киев, поезда идут пустые, билетов нету. Это людям только говорит о том, что надо ехать. И люди едут, я думаю, в течение недели 100 тысяч будет, а будет 100 тысяч, и будут соответствующие решения. Хорошо, Василий, спасибо. С вами был Василий Борис, специально для Оригинал ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!